МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас проходит капитальный ремонт бассейна в четырех школах, начат ремонт сетей водоснабжения и общегородских инженерных сетей теплоснабжения, в том числе разработка проектной документации. На 2025 год запланированы капитальные ремонты школ, детских садов и учреждений спорта, разработка проекта ледовой арены и музейно-выставочного центра, также реконструкция строительства очистных сооружений и дорог, реконструкция водовода и создание многофункционального центра, сервисной экономики для субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего на развитие города до 2030 года потребуется почти 110 миллиардов. Мастер-план включает в себя 35 мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры и улучшение качества жизни горожан. На реализацию мастер-плана Краснокаменска потребуется меньше средств, чем на Читу, примерно 100 миллиардов рублей. Сити-менеджер Читы Щеглова предупредила владельцев нестационарных объектов о соблюдении установленного внешнего облика. С 1 сентября в законную силу вступили правила благоустройства. Самая главная отличительная особенность, что теперь это может являться основанием для расторжения соответствующего договора. Как только нестационар не реагирует на то, чтобы быть в тренде с общим движением города по изменению внешнего облика, то у нас есть возможность сделать все, чтобы этого НТО не существовало в схеме размещения торговых объектов на территории Читы, сказала Щеглова. Самая главная функция НТО – заместить недоступность определенных товаров или услуг. Если такой объект находится вблизи торгового центра или рынка, то у нас есть правовые основания, чтобы с ним попрощаться, подчеркнула глава администрации. Ранее сообщалось, что в Чите планируют ликвидировать более 100 киосков. «4 миллиона рублей были выделены для Федерации плавания Забайкалья на 2024 год», сообщил корреспонденту ЗАБРУ президент Федерации Александр Старицын. В 2023-м контрольно-счетная палата выявила провал программы «Плавание для всех в Забайкалье». Она была сформирована без предварительной оценки развития отрасли в регионе и имеет низкое качество формирования, нет финансирования. Прокуратура вносила представление об устранении нарушений министру спорта Забайкалья Андрею Середкину. Но мероприятия в крае не реализовываются, цель по созданию условий доступности занятий плаванием для различных групп населения не достигнута. Также в Забайкальском крае не хватает бассейнов для плавания, а существующая инфраструктура не соответствует требованиям населения. К таким выводам пришли специалисты из краевой контрольно-счетной палаты. Жители 4-го микрорайона домов номер 28 и 29 города Читы подарили коллективу ЗабТВ благодарственное письмо за помощь в освещении проблем. «Искренняя благодарность работникам канала ЗабТВ за оказанное содействие в благоустройстве наших придомовых территорий. Благодаря вашим сюжетам, независимости в освещении проблем и неравнодушии к людям мы получили прекрасные дворы. Желаем всему коллективу творческих успехов, процветания и благополучия», говорится в письме. В июле этого года Народный фронт и журналисты ЗабТВ проверили, как реализуется государственная программа «Тысяча дворов в Чите». В сюжете съемочная группа отправилась в рейд по дворам, которые должны были сдать 15 августа. Еще в 2020 году жители домов номер 28 и 29 в 4-м микрорайоне на КСК жаловались на отсутствие освещения и плохое состояние дороги. Замминистра гражданского общества Забайкаля Александр Волчик ушел в отставку. Он проработал чуть больше года. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства края. Замминистра его назначили 26 июня 2023 года. Он отвечал за молодежную политику в крае. По данным источников СМИ, Волчика уволили, предложив написать заявление по собственному желанию. С 2019 года мужчина был координатором региональной команды «Молодежка Народного фронта». Также ранее он был специалистом по учебно-методической работе на кафедре востоковедения ЗабГУ. Курировал направление по работе с подростками и молодежью в центре «Искра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова